Так, то есть мы начинаем как бы, да, все равно расписывать планы хотя бы даже у новичков в работе, правда? То есть вы как партнеры, которые уже зашли, даже у вас 14 дней пройдет, обязательно давайте на путьствие прям такое масштабное, мощное такое, знаете, напор. Две недели, давай сделаем результат. То есть вы как поддержка сверху, вы прям давайте акцент на этом. Я прям всем советую. 14 дней. Это реально 4 франшизы продать каждому. Я понимаю, что подарки интересно там, пока рассматриваешь, пока вот философствуешь там о жизни 3-4 дня, знаете, в это время можно уже быстро там за один час посмотреть там тот же прозеркальные нейроны и даже аудиоподкаст. Зашел в этот чек-лист, все, это уже быстро. То есть вы уже там получили полезность, уже словили что-то такое интересное свое. Поэтому я хочу, чтобы вы вперед-вперед прошли. И для этого сейчас мы дадим вам такой классный бонус. С Женей Роч, как я вам обещала в анонсе, когда я написала, что также вы узнаете секреты убеждающей коммуникации, это А. И второе, вы увидите новый адаптивный подход в сетевом бизнесе, потому что сегодня мы очень много мониторим, знаем программ разных по развитию личности. Вообще, вы даже не представляете, какую мы тонкую работу делаем по мониторингу всего процесса, который предлагается на рынке развития. И вот мы вам точно скажем, что время даже ваша сэкономить 100%, все, что сейчас мы скажем, это является тренд из тренда. Просто, ой, секундочку, сейчас, секундочку, секундочку. Вот, поэтому, если вы сейчас внимательно будете слушать, что мы сейчас будем говорить, а потом и переслушайте зумы, я сейчас его запись начала делать. Поэтому, сразу, если не поймете, пересмотрите. Потому что вещи очень серьезные, о которых мы сейчас вам скажем, ими нужно пользоваться в данный момент жизни. И если вы начнете активно это практиковать, понимание знания или сознания, то у вас сетевой бизнес, он у вас будет, как однажды Женя Роща сказала, вы, как, Женя, ты говоришь, вы не можете пройти, то есть вы не можете быть здесь бедным и несчастным. Вы здесь по-любому будете богатым и счастливым. Вот такая мне нравится утверждение, убеждение. Вот, так что мы начнем с вами. Какой же секрет сегодня существует как раз убеждающей коммуникации? Дело в том, что у нас в сетевом бизнесе всегда нужно кого-то в чем-то убеждать. Покивайте головой, если вы это сразу понимаете, соглашаетесь. Потому что в любом случае, если вы неубедительны, вас никто слушать не будет. Не важно, какую вы золотую информацию за собой несете, это вообще не важно. Главное сегодня понять, что любая речь в любой передаче информации должна быть какая-то убедительная. И вот сейчас наш нейродиагноз, большой мастер, широкопрофильный мастер, я думаю, скоро вы в этом еще больше будете убеждаться, расширяться вместе с нами, этими удивительными общениями с Женей Роч. Она сейчас вам как раз раскроет этот секрет, этого убеждения, в чем здесь заключается вся кишка, плюшка, которую сегодня нужно обязательно за своим вниманием просто поглотиться в эту точку и вот из нее дальше идти вперед. Так что, Женя, включайся, про убеждения, как нужно быть, что такое убеждения, как нужно быть убедительным и помоги нам, вот нам всем партнерам, создать сегодня вообще убедительный процесс нашего бизнеса. Я всех приветствую. И такая чудесная у нас неделя прошла. Не знаю, как вам, а я вообще в восторге. У меня суббота, а у меня такой заряд, у меня такое движение, столько идей, столько еще хочется генерировать. Я очень всем признательно благодарна за ту обратную связь, за тот поток, который вы даете сейчас. Получая те инсайти, те ощущения эмоциональные, истории, которые происходят с вами, я понимаю, кто-то открыл подарочную воду, кто-то не открыл. Посмотрите, что в чате. Стихи пишут, видео записывают, подкасты пишут, общаются, разговаривают, у людей бурлит идея, идея, идея. Я подсматриваю везде в соцсетях, на кого я подписана, еще никому не подписано. Смотрю на партнеров, все, кто присоединяется, стараюсь запомнить, чтобы, знаете, такая рука на пульсе. Я за вами, если что, подглядываю, знаете это, я за вами подглядываю, подсматриваю всегда, стараюсь вас слышать, чувствовать, незримо, не общаясь с вами. Но я все время, вот, все эти дни, нон-стоп, 24 на 6 или на 7, уже на 8, неважно, сколько дней, да. Мне очень важно, что с вами происходит, как вы этим делитесь, что происходит в чате. Я стараюсь не пропустить, если там не даю обратную связь, но я всегда-всегда с вами на связи. Это первое, что мне хотелось вам сказать и выразить свое признание, восхищение тем, что происходит вместе с нами. Поставьте большие пальцы, кто в потоке сейчас находится, вам нравится вообще весь этот опыт, который сейчас происходит. Ну скажите, какой он классный, какой он клевый, какой он свежий, какой он интересный, какой он вкусный, какой он перспективный, воодушевляющий. Это не просто слова, знаете, сейчас мотивация вас прокачать. У меня вообще такой задачи нет, вообще никого не прокачиваю, если честно. Я наоборот разворачиваю так человек, чтобы он сам себя увидел, где он потерял свой внутренний тонус и начал сам себя прокачивать. Задача именно про это, и система инората про это. Так вот, перейдем сейчас к самому главному моменту, к тому, что двигаться дальше. А двигаться дальше, смотрите, очень много шаблонов, очень много ограничивающих убеждений, которые нас же самих же и сдерживают. Я сейчас вас подведу к состоянию убедительности и скажу, что это такое, чтобы вы осознавали сейчас, что значит быть убедительным. Мы сейчас к этому подойдем, вы увидите и прочувствуете, что за 2-3 фразы все будет понятно. Но я сейчас вас верну чуть-чуть, смотрите, что произошло за эту неделю. Вы получили интересный контент, вы распаковали модули, подарки, впечатления, запустилась платформа, вы стали говорить с людьми, с партнерами, вы стали это изучать, получили информацию, с мамой что-то стало происходить. Но согласитесь, что везде что-то началась, какая-то движуха в мыслях, чувствах, с людьми, в ощущениях, в пространстве, все по-разному это ощущают. Но согласитесь, везде есть какое-то движение. Наш зум, который был про деньги и потом еще в инфоторе, Лена, блестяще, просто блестяще, прямо инсайт такой, да, он называется, я говорю, в печеночку прямо попал, прямо под ребрышки так попал ее инсайт про деньги. Смотрите, что произошло, я к чему сейчас, вы поймете, почему я так говорю. Вот это звучание, мы прошли с вами зум про деньги. Помните, мы с какой фразы начинали? Деньги всегда есть. Помните? Для многих эта фраза стала очень мощным убеждением. Многие развернулись и многих прямо внутри, знаете, спазм прямо прошел, многих отпустило. Я просто общалась, видела, люди отдают обратную связь. Так вот, смотрите, что произошло? Произошло ваше внутреннее убеждение. Понимаете, про что? Ваше внутреннее убеждение. Мы же все построены на каких-то определенных шаблонах и на каких-то убеждениях. И что здесь происходит? Здесь очень происходит легкое внутреннее убеждение, когда вы к себе разворачиваете, и вы лично для себя становитесь очень убедительными. Но согласитесь, это классное состояние, когда ты внутри, ну, насчет какого-то вопроса, которого раньше сомневался или спазмировался, развернулся. И сейчас, когда говоришь про деньги, и вы понимаете, что первое убеждение, которое звучит внутри вас, то деньги всегда есть. На все необходимое у меня всегда есть. И я хочу, чтобы это было дальше на мои потребности, которые я сейчас создаю. И вот эта убедительность, она, внутренняя ваша убедительность, она становится вашей сутью. Вот если мы говорим сейчас про то, как бизнес, коммуникации вообще в бизнесе, в MLM, мне не хочется говорить, как бы в прошлом были, ну, наверное, да, эпоха уже меняется. Давайте будем говорить по факту, что сейчас совершенно другой подход к бизнес-системе и к бизнес-отношениям, к партнерским отношениям, к клиентским отношениям. И вот то, что сейчас Лена сказала, вот этот посыл, если у вас сейчас где-то внутри есть такой спазм, что нужно что-то еще узнать, что-то еще поизучать, чего-то я не знаю, я как-то, может быть, еще путаю слова, еще какие-то новые слова, эти Виантера, Вэдарти, это надо еще что-то выучить, еще там пополистать эти чек-листы, мне чего-то как бы не хватает, да. И вы, может быть, где-то спазмируетесь, и по привычному старому шаблону вот эта убедительность, она у вас не звучит, она вас немножко сдерживает. Может быть, поэтому сейчас эмоций много, впечатлений много, но вы как-то в них еще прямо так находитесь и думаете, что этого недостаточно, чтобы прозвучать убедительно для кого-то. Понимите руку, кто так думает, у кого есть такое ощущение, если есть такое ощущение. Смотрите, это мыслительный процесс, а мы с вами сейчас говорим про чувство знания. То есть я же про свои чувства знаю, но если я сейчас внутри себя убедительно, но мне нравится то, что я делаю. Я понимаю, что это работает, я понимаю, что я каждый день испытываю новое состояние ощущения, легкости. И я раскрыв, я сейчас обобщаю, открыв подарочный модуль, прослушав видеосессии, прослушав подкаст, просмотрев видеосессии, пролистав чек-листы, я понимаю, что я сейчас схватываю новое состояние ощущения, мне стало чуть-чуть легко. Оно классное, это чувство? Вам же не нужно себя убеждать, что оно у вас есть? Ну вряд ли вы будете сейчас себя сидеть и убеждать, оно просто проявилось. Вот проследите вот эту убедительность внутри самих себя. Понимаете, когда человек внутренне убеждён в своих чувственных системах, когда он говорит, а мне сейчас, что бы вы ни говорили, а мне легко от этой информации, а мне легко от этого присоединения, а мне легко от этого нового формата общения, мне легко, если был запрос. А у кого-то вдохновение, кто-то разворачивается и говорит, что, серьёзно так можно было? Что, правда так можно было? И разворачивается. Вы в этом моменте очень убедительны для себя, вам большего, в принципе, ничего не нужно. Если вы отдаётесь сейчас вот этому чувствованию, и вы внутри себя убедительны, вы становитесь человеком влияния. Знаете почему? Потому что вспомните истории, когда вы смотрите на людей, которые очень убедительно звучат, которые не пытаются вам что-то навязать, объяснить, вас убедить. Снимите этот шаблон. Не надо никого ни в чём убеждать. Этот бизнес, он по-новому звучащий в ощущениях, в убедительности. Не в убеждениях, а в убедительности. Это мои собственные убеждения в том, что мне легко с этой информацией, мне легко с этой технологией, мне вкусно с этим проектом каждый день, мне интересно сегодня заходить на платформу GL Tool System, мне интересно просматривать, заходить в личный кабинет, мне здесь комфортно, мне здесь уютно. Если вы вот в этих своих состояниях убедительности для себя прозвучите, и вы понимаете, что с вами происходит, ваша убедительность начнётся проявляться автоматически по отношению к вашему квантовому полю в виде других людей и событий. Помните человека влияния. Если вы попадаете на какую-то аудиторию, представим сейчас просто на примере. Помните, очень много лет прокачивали людей брендов, харизмов. Помните, очень много, на этом было очень модно, много построено, на этом много заработано денег. А знаете, фишка-то в чём? Не в том, что вот надо соблюдать какой-то, знаете, статус, галстук, там, серьги, там, ещё что-то, ещё что-то, имиджевые истории. Заметьте, что сейчас это уже как бы не актуально. Актуально то, как человек относится к себе, как он выглядит, насколько он жив, здоров по ощущениям по самому себе. Я сказала, жив и здоров. Жив в жизненном процессе, он воспринимает жизнь, он рад жизни. И он здоров в эмоциональном фоне. Он убедителен в этот момент своей собственной жизни и в своём эмоциональном здоровье. Всё, больше ничего не нужно делать. Этот человек вызывает огромнейший интерес. К нему хочется прикоснуться, в его пространство хочется проникнуть, за ним хочется наблюдать, с ним хочется общаться. Понимаете, о чём это? А это всё про внутреннюю убедительность. В этот момент человек, любой, харизматичный, либо человек-бренд, вот когда человек простраивает себя, если говорим, как личность, как бренд, как харизму, прокачивающую свою, он убедителен в своей жизненной истории, чувственной истории. Он убедительный в своих чувствах, он сам себя не обманывает, не противоречит. Даже если ему сейчас что-то не нравится, он в чём-то сомневается, он очень-очень убедительно говорит, слушайте, ребята, вот тут мне прямо классно, вкусно. Я здесь ещё не разобрался, у меня здесь есть сомнения, он был убедителен в своей подаче, в том, что он в чём сейчас хочет разобраться. И он говорит, я хочу здесь разобраться, я не совсем понимаю, может быть, в маркетинге, я ещё не совсем понял, как это работает, но это как-то работает, я не знаю. И он убедителен в своей собственной подаче. Поэтому если мы говорим бизнес, убеждение, он уже растворяется, он просто растворяется в пространстве. Уже никому не хочется никого убеждать, ну согласитесь. Вот дайте мне сейчас обратную связь, мне хочется услышать живое, может кто-то сейчас поддержит, кто сейчас чувствует. Понимаете, о чём сейчас идёт речь? Если вы сейчас создаёте в своём пространстве, вы разворачиваетесь опять к себе и ориентируетесь на свои чувства. И если вы поймали уже чувства с первого модуля, которые вас вдохновили, это был ваш внутренний запрос, который вы ещё не понимали. Возможно, вам хотелось какой-то лёгкости, вы здесь её получили. Возможно, кто-то получил вкусность какую-то, я жил прямо такой, включился, да. А кто-то увидел и говорит, слушай, а мне в этом надо разобраться, потому что для меня это новое, но мне так интересно. И у него другая палитра эмоциональная, и он здесь тоже убедителен. Если вы идёте из источника вот этой внутренней убедительности, эта убедительность обязательно срезонирует в принцип зеркального отражения, зеркальных нейронов, в принцип вибрационного соответствия, то, что вы ещё в модулях услышали. Оно сработает сразу же, потому что люди с такими же запросами будут автоматически к вам присоединяться. Вам даже не надо придумывать и искать. Они вот просто везде, 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 везде проявляются. Мой многолетний опыт показывает каждый раз, в моём собственном личном опыте, как только во мне происходит какая-то инсайтовая история, и я понимаю, что держать её не могу, мне хочется ею поделиться, потому что она меня восхищает. Мне не надо придумать, как об этом сказать. Мне не надо думать, как сказать, донести это до людей. Я просто становлюсь внутренне, разворачиваюсь и становлюсь, знаете, наполнена своей убедительностью и начинаю очень убедительно звучать. Вот я вам желаю сейчас проникнуться, ощутить это состояние первого подарочного модуля, первой франшизы, вот этой внутренней убедительностью. И ваша внутренняя убедительность сразу создаст волну. Вам только её нужно передать, насладиться тем, как передаётся эта волна, общаясь, разговариваясь с человеком, своей собственной убедительностью. И наблюдая за тем, на что человек реагирует, в чём себя он хочет убедить внутри себя эмоционально. Возможно, кто-то не присоединится к вам. Такое тоже может. Мне тоже не присоединяются некоторые, говорят, ну, как-то это слишком странно, слишком как-то это всё это просто. Отлично. Посмотрите, человек, значит, устал от сложности. Подкрепите свою собственную историю, он вас зеркалит, чтобы вы сказали сейчас, а для меня действительно это легко. Для меня, я не знаю, как для тебя, возможно, тут для тебя, не знаю, будет легко, но для меня здесь легко. Если вы развернётесь к своей сейчас убедительности, и в этой убедительности будете легко, свободно двигаться, у вас очень будет лёгкий бизнес, потому что это, ну, это лёгкий бизнес отношений, просто лёгкий бизнес отношений, потому что здесь честность в эмоциональном фоне, честность в своей убедительности. Вы прорастёте в своей внутренней харизме через свою чувственную природу. Вам не надо будет соблюдать какие-то специальные правила, учиться говорить правильно. Нет, учитесь, учитесь, будьте красноречивы, будьте правильно или неправильно красноречивы, как угодно, будьте сами собой, наслаждайтесь этим моментом, в этом состоянии наслаждения, вы будете убедительны, потому что и убедительность, что это такое? Когда я убеждена в своей эмоциональной истории, что бы мне кто бы сейчас ни говорил, так бы умно бы ни звучал, моя наполненность меня будет так выдерживать в состоянии уверенности, радости и наслаждения, она непоколебима будет моя история, понимаете? Я не буду отрицать любую историю другого человека, но я с удовольствием буду транслировать свою собственную. Вот я очень желаю вам сейчас ухватить вот эту технологию, уникальную, новую технологию, бизнес-технологию с системой Наратов в состоянии убеждения. Быть убедительным для себя, это значит быть довольным, наслажденным, вдохновленным тем состоянием, в котором вы сейчас находитесь. Вот и все убеждения. Женя, браво, 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 слушай, знаешь, как раз вот прямо в продолжение, хороший комментарий прозвучал, что заметили, да, кто следит за бизнес-молодостью, да, то есть она сейчас распалась официально, Петр Осимов, если будет смотреть, привет, привет, очень люблю, уважаю, как говорится, вот, просто вот, что произошло в данный момент, да, в бизнес-молодости, они, они все устали держать контур, они устали держать марку, марка не соответствовала реальности, не соответствовала. Сегодня это уже пришло в большое признание в мир, и это действительно шок для многих и там разных психологов, психотерапевтов, которые разбирают, разбирают, разбирают разные ситуации, которые просто разворачиваются неожиданным образом. И что произошло? Это прямо действительно реально крутой пример сегодня, как подсвечивает, что ли, наше движение, смотрите, в чем фишка. Мы сегодня, заметьте, мы вам не будем давать алгоритмов никаких, абсолютно никаких, мы вам не будем говорить, что один, два, три, четыре, пять сделайте, и у вас будет сто процентов, как я сказал, по системе. Нет, ребята, все, мир изменился, все поменялось, и сегодня пора взглянуть в глаза реальности, реальной жизни, в которой мы живем. Не заблуждаться в иллюзиях, что сейчас будет так, как вот, ты сейчас знаешь, мне там одна система подсказала, другая, и там все системы в куче, вот так вот все переплелись, истерика наступает. Да, блин, я запутался в этих знаниях, блин, один говорит одно, другое говорит другое, и фиг знает, что вообще в реальности происходит. Вот что произошло, вот что сегодня происходит и с нами, с трансформацией желтурасистов. Почему сегодня мы вышли, такие прошли перетрубации с одного сайта на другой, да, так долго ждали. Все происходило и с нами. Нам хочется тоже встретиться с реальной жизнью людей, со своей, признаться во многом, что происходит. Не будем скрывать ничего, у нас сегодня абсолютно открытая площадка для всех. Я хочу даже вас обрадовать, что вот я здесь получила мега облегчение, какой-то невероятный кайф, новый кайф в ведении бизнеса, вот именно в рамках MLM. Смотрите, вот второй пункт, который хочется прям раскрыть сразу же, прям одна из другой темы вытекает, смотрите, называется пунктик «Новый адаптивный подход в сетевом бизнесе». Так вот, этот новый подход, как адаптироваться вот с этой системой в нашем вообще как бы движении. Смотрите, вот здесь централизованно весь секрет лежит. Как хотите, думайте, не понимаете или не знаете, вы можете, если потом будете любопытны, в наших модулях там вот так все распаковывается. Вот эта тема круто распаковывается. Но я скажу, я обязана вам сказать, на чем сегодня адаптация держится, как можно адаптировать все эти знания крутые, квантовые на сетевом бизнесе, да? Это значит знать, как работают зеркальные нейроны. Если мы будем знать этот механизм, мы будем знать, как пользоваться вообще этим общением, как генерировать настроение, как понимать, откуда его взять. Вот все-все-все-все-все-все, вот это, знаете, расширение, получившее, конечно, в модулях. Но сейчас мы тоже готовы дать информацию. Ту, которая здесь и сейчас вам поможет. Сейчас Женя Рочь опять возьмется волшебное слово, прозерикарный нейрон. Потому что человек с удивительными историями по жизни, как сегодня она, не знаю, чтобы практику, она живет так. Она живет, и когда я начала с ней общаться, я начала такие вещи. Я со скоростью ветра тоже начала развиваться, вот в этом плане, что я ждала, ждала пространство этой информации. И вдруг она вот в виде вот этого мега-мега общения пришла сюда и ко мне в мою жизнь. И я тоже понимаю, как сегодня моментально это работает. Просто круче, чем компьютерная вся база. Это круче, чем мы нажимаем на кнопку клавиатуры и ждем, когда появится там какое-то окошечко на экране, что ты, мол, сейчас нажала, и оно появилось. Вот точно так же работает квантовое поле, как зеркальных нейронов. Ребята, это сумасшествие. Если вы будете быстро включаться в процесс, вы скажете, а, да не может быть. Потом будет в норме вещей, и все. Но сначала будет прям такой некий шок. Вот давай, знаешь, приятный шок. Давай, Жень, поговорим по, знаешь, такую дозу дадим, такого адреналина прям приятного, вкусного, чтобы наши партнеры прямо здесь и сейчас поняли, какая вкуснятина в инфополе. Давай. Да, классная тема. Вообще, тема зеркальных нейронов, наверное, уже послушали, подслушали, уже понимаете, о чем вообще это идет речь. Это, конечно, если вот просто, она расшифровывается очень просто. Вообще технология зеркальных нейронов, она расшифровывается просто. Мы вообще все состоим из нейронов. Сейчас не буду входить в какое-то научное понимание. Скажу просто, смотрите, мы общаемся друг с другом. Я сейчас нахожусь в определенном, допустим, состоянии. Я прихожу на встречу, хочу поговорить с человеком. Он находится в своем определенном состоянии. Хотим мы того или не хотим, мы начинаем друг друга зеркалить. Мы все равно друг другу будем передавать какую-то определенную информацию. Мы друг на друга будем смотреть. Это, знаете, не под психологическую подстройку. Понимаете, очень много было в заготовках, шаблонах, в техниках НЛП, в компаниях прямых продаж, в сетевом бизнесе, где прямо под копирку давалось и говорилось, что надо делать, если человек сидит так, если он вам сказал так, то надо ответить это, да-да-да-да. Сколько энергозатратно, насколько было энергозатратно эта система. Вот просто я когда слушала, думаю, ну зачем так все трудно, когда все так все просто, ну зачем так все так усложнять. Давайте теперь вот упростим. Мы получили определенный опыт, как работать с техникой НЛП или там работать с возражениями, да, когда мы говорим, что у нас бизнес без возражений, это действительно так. Потому что мы общение против чего не возражаем, мы все принимаем и с каждой историей великолепно взаимодействуем. Так вот, если мы говорим, как адаптироваться, что такое адаптивный, вот как адаптироваться к бизнесу, к новому формату, к новому ощущению состояния, это не значит, что нужно каким-то новым формам сейчас адаптироваться, просто услышать, это не значит, что про какую-то новую историю, что нужно знать какие-то правила. Нет, это только про то, что опять развернуться к себе и не выходить из своего внутреннего состояния, понимать, что происходит со мной. Ну, например, вот приду просто примерно на встречах. Есть встреча, вы пришли на встречу, смотрите, как бы вы ни приготовились, как бы вы ни заготовили все, даже блестяще вы запомнили все и разбираетесь и в цифрах, и в маркетинге, подготовили презентации, и планшеты, и гаджеты, ну, в общем, прям, с иголочками, ну, просто супер, да? И приходит человек в очень внутренне возбужденном состоянии, неустроенном по жизни, у него в жизни не устроено, но он пришел на встречу, потому что ему нужно решить кучу массовых вопросов и задач по жизни. И вы тут все пытаетесь, ну, как бы с какой-то правильностью. Вот смотрите, что произойдет, если вы в этот момент внутренне беспокойны, нервозны, волнуетесь, ваша задача, ну, как-то произвести впечатление на другого человека, что произойдет? Зеркальные нейроны тут же сработают. Вы друг в друге увидите это постоянное беспокойство и бесконечное волнение. Вы друг друга заволнуете до такой степени, что оба устанете, вы заколебаете друг друга этими вопросами и ответами, никто ничего не поймет, просто устанет. И в итоге произойдет часто встречающаяся фраза, когда человек скажет, ну да, давай, классно, мне надо с этим переспать или подумать. Я вообще балдею от этой фразы, когда говорят, мне надо с этим переспать, когда слышу. Ну да, интересно, как получается, да, когда модель такую поведенческую наблюдаем. О чем это говорит? Вы отзеркалили. И это не про то, что мне нужно сейчас наблюдать за тем человеком, что с ним происходит. Нет, вам прежде перед тем, как пойти навстречу, вам нужно отзеркалить самого себя, самого себя. Зеркальный нейрон начинает простраиваться с самого себя, к себе развернуться и посмотреть, а что у меня сейчас, то есть из какого источника я сейчас иду навстречу в жизнь и общаюсь с партнерами, с людьми, родными, близкими, знакомыми. Неважно, как я сейчас себя несу, то есть я могу увидеть только себя в зеркале других людей. И если, а что это значит? Если я вижу, что человек взволнован или начинает какие-то задавать вопросы, мне нужно не на него ориентироваться, а на себя. Если я в этот момент сжимаюсь и волнуюсь, он зеркалит этими вопросами, он зеркалит меня, что со мной что-то не в порядке, это у меня что-то не происходит. Это во мне нет вот этой убедительности, это я не прочувствовал, это мне нужно в этом разобраться. Просто будьте честны, просто будьте честны сами с собой, это базовое. Зеркальные нейроны сразу срезонируют. Как только вы внутренне честны и вы радостны во внутреннем своем состоянии, в наполненности, и вы в этой наполненности идете легко, свободно говорить о бизнесе именно тем, чем вы сейчас наполнены, взволнованы, вот высоких вибраций, начинайте с этого. Зеркальные нейроны сработают автоматически. Вам не надо будет убеждать, переубеждать. Ваше квантовое поле тут же поддерживается. Даже если человек пришел взволнованный, он отзеркалит ваше вот это состояние удовольствия. Даже если вы что-то будете, как кажется, недопонимать еще. Посмотрите, что вас сдерживает. Что вас сдерживает на первом этапе при движении, вот как адаптировать сейчас бизнес, как выстраивать сейчас отношения, как идти на встречи с людьми. Начните с себя. Не надо сидеть, думать, что сказать человеку, чтобы ему донести это, чтобы достучаться и передать ему, сказать, посмотри, как тут классно. Не надо, оставьте его в покое, с миром все в порядке. Посмотрите, развернитесь к себе, полностью прочувствуйте себя. Если я понимаю, что здесь со мной произошло, я легко об этом расскажу другому человеку, он тут же ко мне присоединится. Зеркальный нейрон работает именно так. Понимаете, это о чем? Не знаю, насколько я сейчас смогла так комплексно объяснить, чтобы было понятно, с чего начинать и легко строить бизнес. Не, не, вообще классно, классно. Смотри, я прямо даже сама сейчас понимаю, что насколько... Вот сейчас и так мы уплотно очень так дали информацию, мне хочется прямо обратно получить связь. Друзья, давайте не будем время тянуть, потому что прямо реально время дорого. Сейчас у нас просто еще планы будут через 20 минут. Мы сегодня даже долго не будем с вами, просто мы хотели очень так уплотниться вместе с вами в процессе, да? И вот решили выйти прямо, да, буквально на 50 минут. И если вот сейчас вам даем слово, давайте обратно связь, как есть, уйдетесь быстро реагировать. Это же ваша реакция, ваши же будут нейроны выстраиваться так же быстро. Начинайте делать быстро все. Вперед, рывок, вперед, пошел, пошел. И не надо бояться. Есть какая-то у вас информация с обратной связью? Нет. Можно я добавлю, пока из ребят кто-то, из девчат, да? Знаете, прямо в тему хочу поделиться прямо сегодняшним. Может быть, для кого-то сейчас эта фраза прямо, знаете, таким щелчком произойдет. Давай. Если я просматриваю, у меня очень много разных папок, где у меня фразы, инсайты, те, которые в какие-то моменты в моей жизни производили на меня огромное впечатление, и прямо потом разворачивали прямо целую историю, с которой я шла, потом работала с клиентами. И сегодня просто листала, не случайно нашла в своем блокноте, знаете, была такая фраза. Я ее услышала, когда работала с одним из спортсменов. Мы с ним работали, он после тяжелой травмы был в эмоциональном фоне, прямо полтора года с ним работали. Знаете, какой один раз мне сказал фразу, которая на всю жизнь меня очень сильно развернула? Он сказал по поводу страха. Когда мы с ним так разговаривали, он говорит, а ты знаешь, я понимаю, что такое страх. Когда человек сжимается, ну, страшно идти, страшно что-то начать, что-то еще сделать. Он говорит, для меня, как для спортсмена, вдумайтесь, фраза. Страх – это пассивное ожидание. Пассивное ожидание будущего. Услышали? Страх – это пассивное ожидание будущего. Представляете? Ну, вот теперь давайте обратную связь. Вот что хотите, то и говорите, да? А теперь? Лена, можно, да? Жанна Аргулечка, привет, дорогая. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие партнеры. Приветствую всех из солнечного Казахстана, город Алматы. Меня зовут Жанна Аргуль. Рада всех сегодня видеть на нашей встрече. Вы знаете, я сегодня хочу сделать небольшое признание. И заодно такой маленький инсайт. За последние дни я вообще наблюдаю за всем, что происходит в нашем сообществе. И то, что творится, меня сейчас реально поражает, честное слово. У многих пошли такие откровения. Уже начинают писать непростые стихотворения, снимать и записывать разные аудиоподкасты. У людей прям будто реально открываются сердца еще больше. Прямо реально идет расширение по полной программе. И это круто. Если многие помнят, в одном из самых первых зумов перед запуском Инората я выступала и выразилась неким недовольством. Мол, почему мы должны отказываться от старой, предыдущей стихии. И я помню, когда мне Лена и Женя прояснили всю ситуацию. И я, честно скажу, я вроде бы в кавычки согласилась. А еще помню, что Галина в одном из зумов сказала, что кто вообще идет с джел с самого начала, то есть кто обучался по первой системе, им будет легче освоить Инората. И что я хочу сказать. Я на самом деле поняла, что реально наша технология Инората, она очень интересная. Потому что это совсем другой взгляд, иной подход на жизнь. И это какое-то новшество, это новизна. Я теперь, кажется, начинаю понимать, почему Лена раньше говорила с самого начала, что такого вообще нет ни у кого в мире. Просто нужно полностью разобраться. Я поняла, что технологию, систему Инората нужно обучаться по этой системе, разобраться полностью. И я прям чувствую, что у нас скоро будет прям откроется нереально, как вот Лена любит говорить в Мощняцком, прям бомбическое что-то. Здесь, кажется, вот что-то такое кроется, о котором вот пока Елена, Галина, Олег, Женя пока молчат, но мы, кажется, к этому придем, когда откроем все наши модули. И просто реально нужно разобраться. И просто я так поняла, что это простой подход. Вот, Инората — это просто простой подход, но, с другой стороны, очень такой расширенный, глубинный подход к жизни. И вообще, пользуясь случаем, хочу поблагодарить, вот вообще Всевышнего Аллаха, благодарю за то, что вот ровно год назад я познакомилась с Джиэл, что обучалась у наших дорогих Дана Амми, да. И теперь я хочу поблагодарить Женю Руч за эту новизненную. Женя, вы действительно реально профи своего дела. У вас очень глубокие знания, и я вас благодарю. Сейчас вот сама я тщательно изучаю в нашем модуле, и мне все нравится. Я прям пересматриваю вот эти видео-подкасты, аудио-подкасты подварно заслушаю. И вот недавно, когда у нас был первый вебинар про деньги, где были очень глубокие знания, я еще, помню, писала вопросы, потом в чате делила своими инсайтами. И просто хочу сказать, что вот реально сегодня, буквально сегодня, в нем Вселенная прям сегодня преподнесла мне такую подсказку и протянула руку. Ну, можно сказать, с таким маленьким подарком. Ну, будто сказала Жанна Гуль, все, хватит, ты уже достаточно уже наполнилась духовностью, пора уже финансы прокачивать. И я вот сейчас, можно так сказать, засучив рукава, уже взялась за это. В общем, как бы это банально не звучало, но реально квантовый гугл, он работает 2 на 24-7, и все, оказывается, все внутри нас. Вот как Женя Руч говорит, взгляните внутри себя, открывайте, расширяйте, и, вытаскивайте знания. И такое ощущение, как бы тут скоро вот так вот мы просто по щелчку, да, будем решать любые вопросы. И на самом деле, вот как Лена говорит, ни один мастер, ни один гуру. Вот мы, в принципе, уже у всех же обучаемся же, но на самом деле, оказывается, мы все можем найти внутри себя. Благодарю, Елена, Женя, Олег, Галина, я еще раз всех благодарю, люблю, славлю за эту систему, и я буду дальше развиваться, я прям буду открывать, разобираться, и я прям чувствую, что мы далеко пойдем. Благодарю за внимание. Как тепло, прям вообще. Жанна, Наркулечка, благодарю тебя за искренность, потому что ты, правда, первый зум была очень сжатая, прям такая, прям в спазме была, прям в шоковом спазме, потому что ты отрицала, было противостояние такое, сопротивление, что не хочу, мне вот там было вроде хорошо, чем еще новое. Да, да, да. Я тебя благодарю, дорогая, что ты прошла этот путь, прошла через сопротивление, молодец. Да, 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 я тоже рада. Рахмир, я вас всех люблю. Я тебя тоже обожаю, благодарю тебя за такую откровенность, искренность, очень, очень тепло, правда. У кого есть еще какие-то вот прям внутренние такие, да, позывы, да, сказать намерения? У кого что произошло? Поделитесь своими историями. Наверное, все мы сопротивлялись. А потом же поняли, что все это классно, все это для нас, все это супер, вообще, говорю, не знаю. А можно вопрос задам? Классный вопрос, на самом деле, пришел в голову. А чему вы сопротивлялись? Давайте пообщаемся об этом, потому что чему вы сопротивлялись вот сейчас, сопротивляется до сих пор еще и пространство возле вас. То есть вы теперь уже знаете выход из этого сопротивления. Вы теперь можете поделиться, как сегодня вы справились с этим сопротивлением. Вот давайте поговорим об этом открыто. Что произошло такого, что вы сегодня продолжили путь с нами дальше? Вот знаете, я хочу сказать именно про себя. И, наверное, вот мы общаемся командой, конечно, и Zoom, и все у нас происходит. И я могу ответить это так. Конечно же, мы целый год в предыдущей системе обучались. Нам очень все нравилось. И шикарный мастер, и вот эти знания, которые мы получили, они нам очень помогали, они поддерживали во всех смыслах. Нам конкретно предыдущий мастер говорил, что делать, как делать, да, допустим, конкретно. Да, вот мы делаем практики, мы делаем то, и все у нас будет замечательно. Это было прям понятно. Когда мы начали знакомиться с новой системой, да, вот честно говорю, у меня, ну, какое-то было, знаете, что-то, да, действительно дискомфорт, что-то какая-то непонятка, какие-то разговоры, о чем-то говорится, о каких-то высоких материях, про космос. Я такая сначала напряглась, а вы знаете, я, когда, чем больше я стала это смотреть, да, чем больше я стала слушать, я стала слышать. А проблема, знаете, в чем? Вот у каждого человека проблема, у каждого человека, не только в нашей системе вообще, мы в настоящее время просто разучились мыслить. Люди реально разучились мыслить, потому что за нас зомби-ящик говорят, да, там, что делать, как делать, реклама, то есть люди превратились в роботов. Вот в настоящее время большинство людей живет как робот, вот как белка в колесе, либо робот, и поэтому мы просто вот этот навык мышления, мыслить, мы вот реально люди растеряли. Вот эта сложность, это самое сложное в нашей системе в том, что нужно начать мыслить, понимаете? И вот это самое трудное. Когда, как только начинает человек все-таки мозг включать, да, начинает вникать и слышать, о чем говорит там Женя, вот тогда сразу у меня все щелкнуло, думаю, какой кайф, как все классно, как все просто. И теперь с каждым разом вот реально просто получаешь удовольствие, я теперь понимаю, что если раньше мы были в начальной школе в тот год, да, сейчас мы уже пошли в среднюю школу, то есть действительно идет расширение. И теперь я всем своим партнерам говорю, ребята, если вам что-то сначала непонятно, что-то вы там не понимаете, не торопитесь говорить нет. Нет, вы просто включите мозг, просто начните мыслить, и все, и все потом вам будет нравиться. Вот вы знаете, многие партнеры вот сейчас мне говорят, да, когда я стала смотреть второй раз, там третий, все, ощелкнуло, класс, теперь все в восхищении, вот правда. Таня, жара, ты огонь, благодарю тебе. Просто ребята, надо включать мозг, начать мыслить. Знаешь, я скажу, можно я даже не подкорректирую, а добавлю к тебе, потому что я когда тоже столкнулась с таким, как бы, да, вот, даже не сопротивлением, а вот, ну, надо же, а вот как так-то? Мне даже было небольшое разочарование, потому что, блин, я же привыкла к алгоритмам, да, а потом до меня дошло, что мы всегда опираться хотим на какие-то костыли в виде каких-то гуру, мастеров, как будто бы они за нас проблему решат. Да нифига не проблему наши не будут решать, никто из них не будет к нам туда залезать, залезать и выковыривать всякую там, как бы, вкуснятину и невкуснятину. Это мы только знаем, мы знаем всю правду про себя, мы знаем про все маски свои. Поэтому шикарно, очень шикарно круто, когда ты начинаешь себя изучать через это знание, через посвящение чувства знания. Когда мы посвящаемся в эту глубину, мы знаем, мы знаем настолько себя, ну, мы как божество изучаем. Вот когда говорят про Бога, да, мы потом все, ой, столько впереди ложат необыкновенных диалогов, дуэтов с подкастами, где мы там такие рассуждения, мы так глубоко там закопались вообще. То есть я думаю, что вы такие инсайты словите по этому всему поводу. Вот, поэтому думаю, разговоры у нас будут в Zoom вообще другие скоро. Через полгода вообще будем на другом языке разговаривать. Поэтому только-только начало начинается, как говорится. Благодарю, Танечка. Благодарю. Очень хорошо понимаю, сама это прошла. А кто еще есть с обратной связью, прям хочется, прям сказать, высказаться, прям свою правду матку? Как есть. Так, нету смелых людей, да? Я скажу. Саша, привет. Говори. Да, добрый вечер. У нас действительно замечательная компания, компания замечательных девушек, женщин, мужчин, развивающихся людей. И действительно очень заходит то, что сейчас пришло в компанию. Действительно по-простому идут разъяснения, они очень хорошо ложатся. Потому что многие из нас все знают, но не прожили это. Теперь вот это проживается. Действительно, потому что то, что раньше было, ты это знаешь, но не доходит до сердца, не знаю, до живота, там еще куда-то. Сейчас это проживается. Единственный момент, он проживается, то есть это уже на уровне, на уровне не только тела, наверное, вот так вот назовем. Сейчас, ну, на мой взгляд, мне кажется, не нужно торопить события, потому что мы в такой эфирии, многие из нас находятся так, это классно, так это замечательно, это действительно так. Но нужно это прожить, нужно это прожить, нужно это прочувствовать, это принять. А вы наши дорогие и любимые, вы прям огонь, вы прям вперед, вперед и вперед. Вот, а мне кажется, все-таки немножко нужно придержать, нужно дать прожить нам, чтобы мы это прочувствовали вот в полной мере. Потому что вот эйфория по полной идет, а вы вперед и вперед и вперед, как бы мы не успели за вами. Наверное, вот так вот, такой посыл от меня. Саша, смотри, хочешь прикол интересный, что, смотри, мы уже это успели понять, поэтому мы систему все собрали, поэтому мы не торопим вас никого. Для вас в вашем темпоритме дана вот эта вся система, вы ее как хотите, так и изучаете, хоть целый год. Но мы сегодня говорим и стремимся, да, чтобы вы сегодня вместе с нами, как говорится, продвинулись, знаете, в плане бизнеса, чтобы вы сегодня были не только с этой эйфорией, а еще и с деньгами в кошельке. Вы знаете, давайте не будем одно разделять от другого. То есть мы это как целостное рассматриваем. Для нас целостный человек, это когда в материальном плане он достаточно полноценный и в духовном плане достаточно счастливый. Вот это человек полноценный. Поэтому мы хотим и будем всегда напоминать смело, что материально это продолжение нашего духовного. Если вы сегодня материально очень не удовлетворены, то вряд ли вы сегодня какую-то постоянную эйфорию в регулярном режиме испытываете. Это все иллюзии на самом деле. Давайте будем говорить, как есть, признавать в этой жизни все аспекты, которые существуют одновременно, как материя, так и духовная. Сашенька, благодарю тебя, мне очень нравится с тобой всегда общаться. Ты такой весь в этом плане продвинутый и какой-то такой прям степенный. Мне нравится твой режим, темпо-ритм, но все равно тебя буду подгонять, пинать в какие-то места. Так что будьте готовы, я вас в покое не оставлю. Принято. Да, все классно. Ну, если у вас есть что сказать, говорите. Я прям с удовольствием, мне очень нравится получать вашу обратную связь. Вообще, прям как заряжаюсь. Кто-то говорит это. Родика, говори привет-привет. Можно я конкретный случай, как решается проблема? Давай. Я даже не знаю, это очень интимно, очень откровенно. Решилась рассказать. Я ухаживаю за пожилой женщиной. И в сентябре сейчас будет 97 лет. Я у нее сейчас дома. Работаю 24 часа в сутки. Начала я работать перед пандемией, 5 марта. Я еще занималась родом, писала еще 108 дней, вот из прошлой системы. И в один прекрасный день я подумала, я живу на квартире здесь, в Италии. Хорошая, нормальная квартира, но просто у меня там поезд рядом, и я не могу ничего делать просто из-за шума. Не могу видео писать, не могу общаться с людьми, потому что каждые 5 минут проезжают поезда. Я волнуюсь немножко. И в один прекрасный день я подумала, я так хочу жить в красивом доме. Прошло несколько дней, и мне предлагают эту работу. За два дня у меня решился, вот, в общем, сказали, приходи сегодня вечером, в общем, 5 числа я пришла сюда, 9 числа закрыли уже, все, нигде не можно выходить из дому. В общем, я еще успела, потому что я живу с дочкой, она работала, она работает в Милане, мы в пригороде живем. И у нее ресторан-гостиницу закрыли, она осталась без работы, а я уже работаю. Короче, решился еще вопрос, что мы сможем оплатить дальше квартиру. У меня появилась работа. Ну, попала я сюда. Женщина, я работаю с родом. Женщина очень сложная, очень, ну, в общем, такая она бредная, вы не представляете. Двое сыновей, тут трехэтажный дом, красивейшая, красивейшая вилла, джакузи. И, в общем, шикарно. У них куча машин в этом, во дворе, куча машин, потому что сын работает, у него там свое дело, он ремонтирует машины. Его сын уже взрослый, он даже занимается вот этими курсами, как Формула Уна, Формула А, знаете, итальянские, вот эти гонки. Да, 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 да. Уплесные люди. Сын с невесткой меня приняли, в общем, очень хорошо. Я с ними как подруга, как это самое. Его сыновья то же самое. Бабушка ни в какую. Ну, в общем, она со мной командовала. Кушать не давала. Каждая капля кофе она мне считала. Невозможно жить. Я думаю, как я буду переживать, вот это все, я не могу домой идти, я закрыта здесь и нету никакого выхода. И в один прекрасный день, я рассказываю, невестка тоже страдала всю жизнь, она живет наверху, на другом этаже, и она говорит, вот представляешь, я всю жизнь как мучилась с ней, она везде, она везде, она все меняет. Она приходила ко мне в квартиру, она меня, мне меняла места, где я ставила вещи, она мне все меняла на улице, все как она хотела, цветочек туда, цветочек туда, все как командир, короче, еще такой. Я говорю, знаешь, я, ну, за границей, конечно, нужно работать, ну, а легче всего найти такую работу, ну, в общем, чтобы ухаживать за стариками. Я говорю, говорю, знаешь, у меня мама умерла очень рано, мне было 14 лет. Я говорю, у меня мама умерла очень рано, и у меня как есть необходимость ухаживать за кем-то. Я как бы ухаживала за моей мамой, я готова для них все сделать, потому что я чувствую еще долго перед мамой, еще чувствую какую-то длину, потому что в последние дни перед смертью она меня просила сидеть с ней, послушать ее. А у меня очень много, восьмой класс, у меня работа была в школе, нам сотки давали в школе, чтобы мы работали. Во дворе огромный двор и огороды. Я должна была однодомна с отцом и с мамой, все старшие братья и сестры уже на учебу там. И у меня очень много работы в 14 лет, я не могла сидеть еще с ней, она лежала. И она говорит прямо буквально, по дня перед смертью, говорит, посиди со мной, я хочу тебе рассказывать. И она мне начала рассказывать, что я должна сделать после ее смерти. А я закрыла уши, я ни одно слово не помню из того, что она мне рассказала. И потом она через день умерла. И у меня такая вина осталась, что я не послушала, что она мне говорила, вот то надо давать той сестре, то той сестре, вот так будешь делать. Я ничего не помнила. Приезжали, приехали потом на хокорами, сестры, братья, что она сказала? Я говорю, я не помню, я ничего не хотела ее слушать. Ну, в общем, я с этой виной, наверное, жила всю жизнь в подсознании, потому что в подсознании я знала, что мама любила меня, а сейчас любил меня, я их очень люблю, все прекрасно. А в подсознании я искала одобрение мамы всегда, искала любовь мамы всегда. И, в общем, в тот день, когда я рассказывала невестке об этом, говорю, я все готова для них делать, я стелюсь перед ними, а чем больше я перед ними стелюсь, вот тем больше они меня как бы наказывают. Я говорю, и потом еще думала, у нас улучшение такое зеркальное, то, что ты видишь в огне, то, что есть в тебе, короче, видишь вокруг, как там сейчас мне идет. Я говорю, ну, что во мне такое, что есть в этой женщине, я не могла понять. Сильнейший характер. Ну, я говорю, я должна найти. А потом вдруг, когда я ей рассказывала, как в флэш пришел, осознание говорит, нет, я ищу свою маму, каждую из них. Я просто ищу их одобрение, как бы искала одобрение мамы. И я должна понимать, что моей мамы больше нету, что это просто работа, это чужой человек, и я просто на работе. Как в флэш, в общем, во мне мурашки прошли. И все, так остановилась, посмотрела, она говорит, да, это не твоя мама, мама одна. И в тот день, с того дня я начала вести себя по-другому. Она стала еще более вредной. Пару дней после этого. А потом я начала слушать, я еще и раньше слушала Женю, потому что Таня дала мне ее контакт в Инстаграме, когда она была слушала. Здесь я на работе не всегда могу слушать прямые трансляции, но потом смотрю, когда у меня есть время. И я в каждой, в каждой сессии я нахожу что-то для себя. Иногда плачу, иногда нет. И я просто начала применять то, что Женя говорит. Я принимаю эти мои эмоции, а я хочу другие. Все, я осознала. Люди, ну, можно менять человека в 97 лет. Вы не представляете, как она себя со мной хорошо сейчас ведет. У меня мурашки вообще не могу. Я не могу. Я даже дочке позвонила позавчера, когда я говорю, ну, разве можно менять человека, когда она всю жизнь была такой. Она совсем поменялась. Вообще поменялась на 180 или даже, не знаю, на 360 градусов. Вот она открыла сейчас дверь, посмотрела, что я тут занята. Раньше она сказала, ты мне свет там тратишь, ты мне будешь сама платить за квитанции. В общем, не представляете, тут вообще воздуха не было для меня. А сейчас она мне стала, давай, может, ты еще хочешь, давай, может, тебе кто-то, давай ее делать как книга. Вообще улыбается, смеется. Даже если я посолила больше, чем надо, там, она улыбается. А раньше она себя как зверь со мной вела. В общем, я не знаю, если кому-то это поможет, но я говорю, я сама сижу, удивляясь. Ну, может, менять человека в 97 лет. Да. Это вообще, это что-то уникальное. Это что-то, что у меня даже нет слов. Это сотворчество. Сотворчество, да. Сегодня ты просто, а, Куфротика, благодарю тебя за такую историю пронзительную. Я прямо сейчас сижу, себя мурашками покрылась, потому что когда-то последние слова особенно сказала, в 90, разве можно в 97 менять человека? Смотрите, как зеркальные нейроны работают. Как вы со своим состоянием влияете на свое пространство, в котором вы находитесь? У меня даже вот слезы наворачиваются на глазах. И еще, перед тем, как я сюда пришла работать, мне сын сказал, сыновья сказали, говорит, мы подали заявку в дом престарелых, и может прийти через месяц-два, чтобы ты была готова. Я говорю, нет проблем, я вообще не привязываюсь ни к чему. Столько, сколько будет, столько будет. Хорошо. Потом пандемия, закрыли все, закрыли дома престарелых, нельзя ни выходить, ни заходить, еще нельзя, нельзя, мест нет, мест нет, потому что тут места тоже не так просто их находить. Они сейчас все уехали в отпуск, я только с ней, пока я с ней в отпуск, пока я осознала, она поменялась, уже появилось место в доме престарелых. Я скоро осложусь. Классно как. Ну вы представляете, как работает? Как работает. Да, да. Потрясающая история. Вроде бы потрясающая история. Я просто, знаешь, вот пример, я сегодня прям вообще не знаю, я буду прям пример приводить, потому что это достойная история для примера. Это просто прям наглядный пример, наглядный пример. Хотела писать пост, и пока еще нет времени, так, но вообще это потрясающе. Я говорю, нет слов, благодарю, благодарю, GL. Я не сопротивлялась новой программе, потому что мне все равно что-то не хватало. Я знала, что есть еще дальше, что мы можем подсоединиться к нашему высшему я, скажем прямо. Да, 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 да. Скажем прямо то, что мы делаем сейчас. Да, да. Это прямо в точку, в яблочко, Родика. Мы сейчас именно присоединяемся к своему высшему я. Именно с ним мы сейчас начинаем дружить и взаимодействовать, и делать сотворческий процесс весь в жизни. Да, 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 все верно. Я вас поздравляю. Я вас поздравляю. Благодарю. Благодарю. Фантастика. Все пишут фантастика. Удивительно. Ну, вы сегодня от всех нас пронзили своей историей. Благодарю, что решились так, вот на такую длительную историю, да, не быструю, там, спасибо, благодарю, а вот рассказать. Очень важно. Благодарю от души. Вам ставят лайки. Но смотрите, друзья, у нас сейчас уже времени нет. У нас прошел час. Классный, плодотворный вечер субботний. Я надеюсь, вам было очень много всего здесь полезного, интересного, вкусного. В нашем пространстве, я думаю, что для вас все безопасно, все интересно и очень все перспективно. Поэтому мы будем благодарны, если вы будете вот прямо так искренне начать работать и рассказывать, знаете, как с убежденностью из себя. Вот как вот мы начинали сегодня наш Zoom, да, про убежденность. То есть сначала нужно первого человека убедить себя, а потом пространство, оно за вашей убедительностью начинает идти, бежать, раскрываться, растворяться, раскупориваться. То есть мы сегодня вот реально своим состоянием влияем на все свое пространство. И вокруг все идет, как наше продолжение. Не мы похожи на пространство, а пространство похоже на нас. Оно от нас идет развиваться. Поняли, где центр? Поэтому давайте будем с этим центром работать. И ваша воронка энергетическая такая, нейронная, она будет работать гораздо быстрее, чем какая-то воронка с плохим настроением в социальных сетях. Вот серьезно говорю, не работают сегодня алгоритмы, не работают. Даже если вы сто воронок включите, а сами будете как бегемот злой, то у вас никто на вашу сегодня воронку энергетическую просто не проявится в этой жизни. Просто как-то мимо будут люди улетать, мимо воронки. Вот так работает пространство. Вот сегодня какие чудеса, ребята, мы раскрываем. Поэтому, Жень, твои допустимые слова, я думаю, что завтра выходной у нас у всех, а с понедельника, ребята, на иросесть и я, встречаемся все вместе там, на нашем месте. Место встречи извинить нельзя. Всем говорим, день открытых дверей. Всех зовем, всем помогаем справляться с жизненными задачами. Мы для вас открыты. Женя. Да, я всех благодарю, особенно за обратную связь, за такую глубину, за пронзительность, за откровенность. Каждый зум меня вдохновляет, потрясает, впечатляет. Глубину Александру огромное спасибо. Родики, всем, кто выступал, огромная благодарность и за откровенность, и за просьбы не спешить, и за все, все слышим, все понимаем, все принимаем, всему говорим «да». И я еще хочу дать такое вам, может быть, такое расширение, эмоциональное расширение. Все происходит от источника, от вашего источника. Все, что происходит в пространстве, почаще себе говорите. Всему я говорю «да», потому что все есть и существует. И все, что есть и существует, это создано мной. Я к этому разворачиваюсь, и я смотрю, с чем я сейчас взаимодействую. И никогда не покидаю свою собственную чувственную природу. Всегда будьте руку на пульсе, держите свои чувственные природы. И тогда вы будете видеть, как все легко происходит. Действительно, все в нашей жизни очень легко. А чтобы было еще, еще, еще легче, смотрите, какое сопровождение практически каждый день у нас происходит. Насладитесь этим, цените, вот прямо, знаете, не то, что там оцените, как это круто, а придайте ценность тому, этому опыту, который мы сейчас все вместе, вместе, абсолютно все вместе, в этом глубоком сопровождении сейчас создаем и делаем в этом пространстве. Мы вместе. Давайте будем ценностью это пропитываться и прямо быть убедительны в этой ценности. И еще самое главное. Понедельник у нас проходит нейросессия, обязательно приходите. Но не забывайте подписываться, приводить людей, подписывайтесь на канал Иннарата. Там уже много историй, много постов, и будет еще поддержка. Заходите, читайте, вдохновляйтесь. Мы стараемся сейчас везде, 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 чтобы вы куда бы ни повернулись, везде есть присутствие Иннарата, который разворачивает вас сами к себе. Не подсвечивает, как надо делать, куда идти, а подсвечивает вас, все время подсвечивает вас. Посмотрите, что все пространство подсвечивает только вас. Восхититесь сами собой. Просто восхитите сами собой. Будьте восхитительны, и будьте восхитительны в своем жизненном опыте, в бизнес-опыте. Давайте уже восхитимся еще и деньгами. Вот такое мое напутствие. Ты знаешь, я сейчас тоже хочу какие еще слова сказать, последние тоже. Женя, ты так классно разговариваешь, ты уже вдохновляешь до бесконечности. Смотрите, наша задача на самом деле, компании с Желтой Расистом, и вот нас, сопровождающих этот весь процесс, заключается, знаете, в чем? Чтобы вы проросли в самих себе. В самих себе. Чтобы вы пустили корни, и чтобы вы были невероятно крепким деревом по жизни. Цветущим, здоровым. Чтобы на вас была здоровая кора. Чтобы на вас слетали самые лучшие, красивые райские птицы. Чтобы на вас росли самые вкусные плоды. Друзья, прорастайте внутри себя. Вот мой инсайт последнего нашего как бы такого диалога. Вот это классно. Вот это жизнь. Это все про жизнь, ребята. Это все про реальность нашу. Поэтому благодарю вас за этот вечер субботний. Он реально прекрасный, волшебный. Ваши откровения. Сейчас мне еще дадут кучу инсайтов. Я с ними поделюсь. Я просто сейчас перевариваю. У меня все картинки передо мной текут. Мне интересно с вами общаться. Благодарю за эту встречу. Всем пока-пока. Не прощаемся. До понедельника. А завтра выходной. Но у кого как? Но мы все, по идее, работаем. Каким-то образом все работаем. Все. Всем пока-пока.